Сессия Горсовета начинается с минуты молчания. Ушел из жизни депутат Игорь Андреев. Он скончался от болезни. Народными избранниками принято решение о досрочном прекращении его полномочий. Выборы назначены на второе воскресенье будущего года. А далее речь пошла о реализации в больнице нацпроекта «Здоровье». Он рассчитан на 6 лет. Цель – развить систему оказания первичной медицинской санитарной помощи. Проект включает в себя ряд программ – борьба с сердечными заболеваниями, онкологией, развитие воскитимии эндоскопической службы и других отделений, а также обеспечение квалифицированными кадрами. Происходят проектные работы. Заключен уже контракт нами на проведение проектных работ на создание в больнице кабинета КТ и МРТ. КТ и МРТ будет поставлен в следующем году за счет федеральных денег по программе «Онкологическая патология». И до 20-го числа декабря я должен иметь на столе контракт, проведенный экспертизой, чтобы можно было делать строительные работы. В новом корпусе, там, где левое крыло, в сторону терапии, там сидит начнет эдоскопия, там будет два кабинета, и тогда мы будем делать и КТ, и МРТ. Ответил главный врач на вопросы депутатов. В частности, эскетимцев волнует, когда в первой поликлинике установят флюорограф. Старый отслужил более 30 лет. Новый аппарат начнет работать в будущем году. Ожидают и новый передвижной комплекс ФЛГ. Эти вопросы не касаются проекта, они касаются жизни. Например, в первой поликлинике не нравится, как работает врач-офтальмолог. Офтальмолог не наш, приезжая из Новосибирска, работает на 0,7,5. Работает с длинной нагрузкой. Но больных, требующих окулиста, значительно больше. В первой поликлинике окулист работает. Ну, работает, извините меня, 9 месяцев в году на военкомат. Очередь на сдачу крови. В связи с диспансеризацией мы открыли дополнительные кабинеты в обеих поликлиниках сейчас. Спасибо за вопрос, чтобы с утра в двух кабинетах процедурных брали анализ на кровь, чтобы люди не стояли долго в кабинетах. Особняком стоит вопрос о привлечении в эскетим врачей. Сейчас в городе не хватает узких специалистов, терапевтов. Нужен онколог. Предоставление жилья помогло бы решить проблему. Но сделать это крайне сложно. Портиры не выделили и не забираются выделять. Я даже знаю, почему. Вы что, какой вас, куда вы обращались? Мне, кроме как сюда, обращаться больше не было. Я имею в виду в администрацию города Эскетим. Но мои обращения упираются в то, что кроме этого ветеранов ничего больше нет. Раз, область, которая имеет дотационную территорию города Эскетим, денег на строительство, для многих специалистов денег уже несколько лет не дают. В последний раз это ясно была тема, когда у нас одна семья врачей получила квартиру. Доклад главного врача принят к сведению. Всего на сессии рассмотрели 11 проектов решений. Все они депутатами приняты единогласно.